Жители Костаная шокированы очередным экспериментом ЖКХ. Борьба с гололёдом обернулась для пешеходов еще большим бедствием. Новое оборудование по скалыванию льда превратило тротуары в некое подобие стиральной доски. Нина Шапо прогулялась по очищенным дорожкам. Тротуары в центре города вызвали немало вопросов. У горожан складывалось впечатление, что по улицам прошелся неведомый когтистый зверь. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Для борьбы с гололёдом ночью на улице выехала новая техника. Скалыватель льда должен был разбить наледь вплоть до брусчатки и очистить тротуар. Но горожанам такое решение проблемы не понравилось. На каблуках вообще неудобно ходить по такому льду. Хотели бы, желали бы, чтобы почистили бы, наверное, дороги хотя бы по тротуарам. Конечно, вот ребристые, это может быть и хорошо, но не настолько, что теперь не знаешь, как ходить по этим ребрам. Сейчас местами толщина льда на тротуарах достигает 20 сантиметров, поэтому, видимо, с первого раза сотрудникам коммунальных служб и не удалось разбить наледь. Пройдут ли по покалеченным улицам еще раз скалывать или неизвестно. В таком случае использование обычного реагента было бы куда рентабельнее. Кустанайские тротуары теперь вместо ледяного катка больше напоминают стиральную доску. Ходить по такой дороге стало еще травмоопаснее. А модницы после таких экспериментов ЖКХ и вовсе рискуют остаться без каблуков. Этой зимой из-за погодных аномалий кустанайские тротуары не раз превращались в каток. Общественники поднимали вопрос о компетентности сотрудников отдела ЖКХ. Ведь в этом году, несмотря на выделенные миллионы, горожанам приходилось самостоятельно бороться со снегом и гололедом. Что касается новой техники, то тут либо смеяться, либо плакать, говорят активисты. Они все угробили этой насечкой. Мне кажется, это вообще не для города. Это делают, когда хотят, чтобы враг в город не прорвался. Препятствия чинят. Зачем горожанам это делать? Я считаю, что это пытка какая-то. Из-за применения новой технологии по скалыванию льда страдает брусчатка. Там, где толщина на леди небольшая, машина портит тротуарную плитку. То есть весной улицы Кустаная будут выглядеть еще хуже. А денег на ремонт потребуется значительно больше. Нина Шапой, Евгений Баюрчук, Информбюро, Кустанай.